Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Наша встреча сегодня посвящена новым течением, так сказать, налоговой отчетности, новым формам и новым налогам. Мы обращаем ваше внимание на наши контактные данные, то есть адрес нашей электронной почты, адрес телефона, адрес телеграм-контактов и наш сайт. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитика Динес Гардышева Галина. И хочу сразу озвучить, так сказать, что вы можете свои предложения и интересующие вас темы присылать в письменных вопросах. Ну, на самом деле, в любой форме, в письменном, может быть, через телеграм-контакты. Мы будем рады оказаться вам полезными, будем рады обратной связи. Так что заранее благодарим вас. И сегодняшняя тема нашей встречи, вы видите ее на экране, посвящена, в общем-то, уже не совсем, так сказать, новым моментам, то есть не горячим пирожкам, но вопросам, которые до сих пор вызывают сомнения у бухгалтеров и, так сказать, предупредительная функция нашей сегодняшней встречи, то есть уберечь вас от ошибок при подготовке отчетности за полугодие и, соответственно, по возможностям программы, что мы можем на данный момент, для чего использовать программу, что в ней уже внесено или не внесено. Мы поговорим с вами про новый налог на сверхприбыль по МДФЛ, поскольку это наиболее сильно измененный момент в 2024 году. Затрудним немножко расчет по доходам иностранных компаний, но в основном в связи с налогом на прибыль. И поговорим про упрощенцев, про новую форму КУДИР и про изменение имущественных налогов, потому что, несмотря на то, что там отсутствуют такие революционные моменты, изменения там все равно есть. Ну и, соответственно, как уберечься от претензий налоговиков, которые теперь будут проверять контрольные соотношения. Ну и если у нас останется время, мы еще поговорим про дополнительные сервисы и отчеты. Но пока мы сейчас вот это основные темы нашей беседы. Как будет построена наша встреча? Мы будем нормативные материалы, так сказать, смотреть на слайдах и будем параллельно переключаться. Вот сейчас я тоже это сделаю вот так. Таким образом переключаться на демобазу ERP и здесь уже, так сказать, на местности смотреть то, о чем мы поговорили в теоретическом плане. Итак, начнем с того, что такое налог на сверхприбыль и отчетность по нему. Несмотря на то, что это уже было достаточно много освещено во всех средствах массовой информации, тем не менее до сих пор возникают вопросы, несмотря на то, что по этому отчету уже должны были предприятия и уплатить налог, и отчитаться по нему. То есть налог на прибыль это была, ну как декларируется во всяком случае, была разовая акция и устанавливалась она только для крупных компаний. То есть те компании, у которых средняя до налоговая прибыль за 2021-2022 год превышала 1 миллиард рублей. То есть предприятие малого и среднего бизнеса, она естественно не затрагивала. И, собственно говоря, вот по этому критерию прибыль свыше 1 миллиарда рублей в основном и производился отбор. И согласно этому закону, налоговая ставка составляла 10% от превышения над показателями 2018-2019 годов. Значит, озвучен этот налог был в 2023 году, а закон об этом налоге вступил в силу с 1 января 2024 года. И обратите внимание, то есть уплачиваться он должен был до 28 января этого же года, то есть 2024. И если организация заплатит до 30 ноября 2023 года, то ставка снизится до 5%. И был целый перечень тех, кто не является плательщиком налога на сверхприбыль. То есть это субъекты малого и среднего предпринимательства, но опять же, которые включены в реестр МСП. Юридические лица, которые созданы после 2021 года, то есть не попадают по срокам вот в эти интервалы. Организации, которые применяли сельхозналог, юрлица, у которых в 2018-2019 годах вообще отсутствовали доходы. Ну, соответственно, спящие, так сказать, предприятия, ну и другие организации, которые перечислены в законе. То есть большинство предприятий не попадает под этот список, поскольку он касается только сверхкрупных организаций. Ну, соответственно, 1 миллиард прибыли. И это уже показатель серьезный. Прибыль, точнее, сверхприбыль рассчитывается несложным образом. То есть она считалась, первая сумма, это мы выводили прибыль за 2021 год. Второй год, вторая сумма, это прибыль за 2018-2019 год, деленные на 2. И затем от одного показателя отнимали другой показатель. И, собственно, то, что получалось, и была сверхприбыль. Соответственно, вы видите на экране норматив расчетов. И разовый налог со сверхприбыли должны были заплатить не только российские компании, но и иностранные. В том случае, если у них есть представительство на территории Российской Федерации, или они являются налоговыми агентами. Ну, соответственно... Я прошу прощения, вот так. Соответственно, это происходило в январе 2024 года. И, соответственно, исключение здесь уже, как вы видите, это только для того, чтобы проверить себя, что вы не попали под действие этого закона. И, соответственно, нечего переживать, что вы не подали, например, декларацию. То есть в налоговом учете этот налог на сверхприбыль у нас состоял из обеспечительного платежа и уже потом последующего. В налоговом учете, обратите внимание, в расходы не включается. Ну, то есть, соответственно, было много достаточно комментариев и пояснений и в наших информационных, собственно, рассылках и в консультанте, в гарантии, то есть в юридических службах. Но проверить себя в любом случае стоит. То есть 99-й счет – это у нас оценочное обязательство. 99-96 проводка. И вот вы видите здесь проводки, которые сопровождали обеспечительные платежи и уже окончательные. То есть в 2004 году, когда закон вступил в силу, мы уже можем отражать и операции по учету налогов и по уплате этого налога. То есть, соответственно, 99-96 у нас начисление налога в полной сумме. И здесь уже дополнительно субсчет можно было по 68-му завести как налог на сверхприбыль. Ну, то есть на самом деле это уже как бы произошедшие этапы. И по этому налогу срок сдачи декларации был не позднее 25 января и регулировалось это вот такими законами. То есть ссылка на два закона вы видите на экране. И здесь единственная тонкость, которая сопровождала этот налог, что декларации необходимо было приложить копию платежки на перечисление обеспечительного платежа. И то, что надо обязательно учитывать, что налог на сверхприбыль не включается в расходы по обычной прибыли и в состав единого налогового платежа и совокупной обязанности не входит. Ну, собственно говоря, это все, что можно ответить на вопросы касательно нового налога. Повторяю, он декларировался как одноразовый налог. Анонсов на то, что это будет постоянный налог на данный момент не присутствует. И будем надеяться, что не появится и в дальнейшем. Но на самом деле у нас достаточно много было изменений практически во все блоки ЕРП и в зарплатные и практически во все, которые имеются. И блоки на самом деле изменялись некоторые технически. То есть в соответствии с изменениями законодательства приводились, но есть и достаточно, ну, можно так сказать, болезненные. Вот сейчас мы с вами поговорим о том, что были внесены поправки. Не только налог на сверхприбыль, но и другие поправки в налоговый кодекс. Но на самом деле коснулись изменений и имущественных налогов для иностранцев. То есть вы знаете, что у нас сейчас санкционные всякие ограничения. И в этом случае налоговая подготовила и утвердила расчет поправки в налоговый кодекс, которые регулируют уплату дохода от иностранных предприятий. Какие поправки? Ну, во-первых, срок уплаты налога на доходы иностранных организаций теперь привели в соответствие с остальными сроками. То есть перенесен он на 28 число месяца, которое следует за месяцем выплаты. Срок предоставления расчета также, в общем-то, выровнен со всеми остальными отчетами. И теперь это составляет 25 число месяца. Расчет суммы налогов, которые должны начисляться, у нас производится на дату выплаты дохода иностранной компании. И, ну, естественно, за непредоставление расчета у нас санкции тоже пересмотрены, поскольку практически все санкционные действия у нас повысились. То есть штрафы, естественно, тоже теперь ссылаются, вот вы видите здесь, на какие статьи налогового кодекса. И эти изменения по санкциям вступили в силу с 1 января 2024 года. То есть уже, так сказать, на данный момент, по состоянию начала июня, к этим санкциям уже присмотрелись, уже, так сказать, переварили и, ну, на самом деле, уже адаптировались каким-то образом. Ну, на самом деле и форма отчета немножко была доработана. В налоговый расчет внесли два дополнительных раздела и подтвердили обязанность таких предприятий отражать все выплаты и те, которые подлежат налогообложению, и те, которые не подлежат налогообложению. Ну, то есть ужесточили требования к отражению операций иностранных компаний. И, то есть у нас самое основное, наверное, самое масштабное изменение претерпел НДФЛ. И это не касаясь того, что у нас декларирует правительство по изменению по налоговой реформе, то есть не касаясь изменения ставки, что у нас будет пятиступенчатая ставка по НДФЛ, у нас уже произошли, уже действуют изменения. То есть мы уже за первый квартал применяли новую форму 6 НДФЛ. И вот здесь, обратите внимание, были приняты новые контрольные соотношения. Они были приняты и утверждены. И, соответственно, сейчас эти налоговые контрольные соотношения применяются уже и к отчетности за первый квартал, и к отчетности за второй квартал. Мы немножко позже поговорим с вами про эти контрольные соотношения, потому что на самом деле на них налоговая инспекция будет предприятие требовать и пояснения, и будет связана дата, когда принимаются или не принимаются к отчету такие сведения. То есть мы поговорим попозже про них, но если налоговики обнаруживают ошибки, например, в контрольных соотношениях, то в этом случае будут они руководствоваться приказом. Вы видите данные приказа на экране. То есть приказ от 29 февраля этого года, совсем, в общем-то, еще свежий приказ. И будут уже учитывать такие нарушения, если нарушение контрольного соотношения не в периоде, когда вы представили отчетность, а на одну из более поздних дат. То есть либо на дату вступления в силу решения налогового органа по результатам камеральной проверки. Обратите внимание, что здесь озвучено именно то, что уже камеральная проверка проведена и имеется на руках результаты, то есть акт камеральной проверки. То есть мы должны будем ждать, когда пройдет камеральная проверка и когда будет решение по ее итогам. И, соответственно, здесь можно сделать вывод, что ошибки в контрольных соотношениях будут однозначно приводить к камеральной проверке. Следующая дата, на которую может быть отражена информация, это 10 дней со дня окончания срока по камеральной проверке. То есть здесь у нас стояла дата вступления в силу решения, а здесь стоит 10 дней по факту окончания проверки. Либо со дня, действующего за днем завершения камеральной проверки. Если не было выявлено каких-либо нарушений законодательства о налогах и сборах. То есть, как видите, ошибки, даже не говоря, что это были нарушения, ошибки в контрольных соотношениях приводят вот к таким последствиям. Поэтому на ошибки нужно обратить особое внимание и еще вот на такой момент. Если мы нарушаем в каком-то виде соотношение 1.1, то есть в разделе 1.1, то это однозначно будет свидетельствовать об ошибке. И, скорее всего, будет вести к тому, что до начислят штрафы. Если нарушение обнаружено в каких-то других разделах, то вы получите от налоговых органов уведомление о том, что обнаружено такое-то несоответствие. И, соответственно, требование, что вы должны представить уточненку или пояснение по данному поводу. То есть, на самом деле, как бы налоговики обязаны будут ежеквартально, поскольку у нас отчетность ежеквартальная, проверять контрольные соотношения. И, собственно говоря, любые ошибки в этом плане приведут к камеральной проверке. Сейчас мы с вами переключимся на демо-базу и посмотрим, что мы можем сделать, как мы можем себя в этом отношении проверить. В подразделе «Зарплата», «Блок зарплата» или «Блок кадры» у нас есть вот такой вот раздел «Налоги и взносы» и есть рабочее место «Отчеты по налогам и взносам». То есть, если мы с вами перейдем по этой ссылке, то, соответственно, либо новое, либо добавить вызвано, я выберу новое. Отражается вот такая возможность получения отчетов. Как вы видите, по гиперссылке мы переходим и получаем какой-то конкретный отчет. И по разделу «НДФЛ» у нас достаточно большой перечень всяких отчетов, которые мы можем сформировать. Но нас будет интересовать с вами вот такой момент. То есть здесь есть проверка раздела 1 формы 6 «НДФЛ». То есть вы видите, что это действует сейчас с 2021 года. Ну и если требуется прошлый период проверить вот это, то есть, соответственно, когда мы переходим по вот такой ссылке, то у нас проверяются контрольные соотношения. И еще один отчет, который нам очень поможет в этом плане. То есть это регистры налогового учета по «НДФЛ». Если мы переходим по этому отчету, вот таким образом, соответственно, можем выбирать какую-то организацию. У меня установлен 2024 год. По кнопочке «Сформировать» у меня формируется налоговый регистр. И, соответственно, здесь у меня и есть данные, которые я могу проверить и посмотреть, правильно ли у меня ведется, правильно ли у меня отражается. И, соответственно, если есть какие-то ошибки, то я могу внести исправление. То есть это два очень удобных отчета, которыми можно пользоваться именно при расчете «НДФЛ» и при проверке отражения в отчетной документации. Сейчас мы снова с вами вернемся в наши слайдики. И, собственно говоря, здесь вот мы с вами видим все документы по «НДФЛ». И обращаю ваше внимание, то есть у нас обычно регламентированная отчетность идет в разделе «Регламентированный учет». А то, что я вам показывала, это в разделе «Заработная плата». Снова возвращаемся в наш пример и смотрим с вами регламентированный учет. Здесь у нас с вами есть стандартные бухгалтерские отчеты, то есть то, что мы можем посмотреть при обычном начислении заработной платы. И блок 1С «Регламентированная отчетность», где собраны все отчеты, которые мы сможем формировать. Сейчас себя программка похвалит. Вот, то есть это 1С – отчетность, сервис. Не сам блок, а только сервис. Вот он и у себя хвалит. Мы можем почитать вот здесь конкретнее, что это такое. Это на самом деле возможность напрямую обмениваться с налоговыми органами по поводу сдачи отчетности, переписки. Ну, то есть предприятие возможно подключиться самостоятельно к сайту налоговой инспекции и работать напрямую. Ну, и подключиться по ссылочке можно. Технически это не трудно. Но здесь нужно учитывать такой момент, что если у вас ИТС-ПРОФ, то мы можем технически только одно юридическое лицо подключить бесплатно. А остальные будут за денежки. Ну, соответственно, денежки на самом деле не особо большие. Если мы подключаемся на год, то это примерно порядка 4800 рублей. Ну, зависит от количества лицензий и так далее. Но согласитесь, это, в общем-то, если у вас много юрлиц, уже может быть более значимая цифра. А если у вас ИТС-Техно, то можно подключиться только за денежку. Ну, и, соответственно, выбрать, например, основное предприятие, подключить, а с остальными через оператора ТКС работать. Обратите внимание на эту отчетность, потому что она нам потом понадобится еще для одного сервиса. Но мы попозже, когда будем говорить про дополнительные возможности, поговорим про него. Сама по себе 1С отчетность у нас, это мы попадаем в общий журнал нашей отчетности, где, собственно, значимы это статусы, состояние наших отчетов и, собственно, основные наши данные, которые сосредоточены. Но хотела я вам показать другой момент. То есть в регламентированных отчетах у нас с вами нет такого отчета. То есть у нас это расположено в блоке зарплата. И, соответственно, отчеты по налогам и взносам, все документы по НДФЛ. И обратите внимание вот на что. То есть здесь все документы по НДФЛ, кроме того, что я могу выбрать собственное юрлицо сотрудника. То есть я могу создать их без выбора в целом по организации. Но здесь у меня достаточно большой спектр отчетов, которые я могу вызвать. Вызвать по кнопочке создать. Более подробно, к сожалению, у нас нет возможности на этом остановиться. Так, и мы с вами возвращаемся снова к нашим слайдам. И поговорим вот о чем. Вот вы видите слайдик. И обращаю ваше внимание, что регламентированный отчет не содержит вот таких вот отчетов, которые вы видите. Мы их можем только в меню заработная плата и все документы по НДФЛ назвать. Ну, естественно, когда мы формируем отчетность, ну вот, например, у меня сформирована отчетность за первый квартал 2024 года. То есть 6 НДФЛ мы с вами проверяем, что КБК у нас то, которое надо. И вот у меня отражаются, у меня есть высококвалифицированные специалисты, для которых этот расчет сформирован и указывает их заработные платы. Учет высококвалифицированных сотрудников тоже претерпел изменения и по поводу НДФЛ, и по поводу, так сказать, оформления документов на высококвалифицированных сотрудников. Эти изменения тоже надо будет учитывать, потому что, в общем-то, от них зависит, например, получение вида на жительство. То есть с 2024 года у нас изменился порядок уплаты по удержанным НДФЛ. То есть мы должны два раза в месяц подавать уведомления, ну и, соответственно, НДФЛ у нас рассчитывается два раза в месяц за период с 1 по 22 число. В этом случае мы должны заплатить в бюджет не позже 28 числа, как все остальные налоги. А если у нас НДФЛ удержан с 23 до конца месяца, то в этом случае получается и уведомление мы должны подать срок до 3 числа и уплатить в бюджет не позднее 5 числа следующего года. Ну и, естественно, ой, следующего месяца, извините. И, естественно, декабрьский НДФЛ у нас с вами будут такие сроки уплата не позднее последнего рабочего дня этого года. То есть у нас в 2024 году это будет 28 декабря. Ну это будет одноразово, так сказать, а на постоянной основе это с 1 по 22 мы 28 платим, а с 23 мы платим 5 числа. И если мы выступаем как налоговый агент, естественно, мы подаем уведомление. За первое уведомление подаем 25 числа, а второе 3 числа, как я уже сказала. Теперь у нас еще один момент, который касается НДФЛ и наших работников. Ну, во-первых, изменился порядок учета, выплат нерезидентам. Ну, нерезиденты это в основном наши кастарбайтеры, которых сейчас достаточно много во всех сферах бизнеса. То есть это касается тех сотрудников-нерезидентов, по которым мы раньше смотрели 183 календарных дня без перерыва нахождения на территории Российской Федерации. И в этом случае у нас НДФЛ был 13%, в противном случае 30%. Теперь мы не обращаем внимания на то, сколько календарных дней в течение года находился сотрудник на территории Российской Федерации, а удерживаем НДФЛ 13% или 15%, если он получает больше 5 миллионов. Ну, соответственно, кажется, что это, в общем-то, как бы облегчение им налоговой нагрузки, но на самом деле им немножко изменилось налогообложение его как иностранного сотрудника, и в этом случае существенного снижения налоговой нагрузки не происходит. То, что еще касается НДФЛ, это надо учитывать то, что НДФЛ на текущий год повышен, то есть на 2024 год он у нас составляет 2 миллиона 225 тысяч рублей, а в прошлом году он был 1 миллион 917 тысяч рублей. Ну, в общем-то, такое заметное изменение. Это то, что мы с вами уже посмотрели, то есть это меню заработная плата и отчеты по всем налогам и взносам, и мы с вами смотрели проверка раздела номер 1 формы и регистр налогового учета, то, что мы с вами посмотрели. И здесь же еще сразу хочется показать слайдик по самому регистру налогового учета, то есть обратить ваше внимание, что налоговые вычеты, например, вот у меня когда сформировался отчет, налоговые вычеты не заявлялись. Ну, естественно, если бы они у меня были, я могла бы заявить налоговые вычеты. По налоговым вычетам у нас в этом году тоже увеличен размер до 150 тысяч, было 120, но в основном это увеличилось за счет увеличения, увеличения, скажем так, на обучение детей, лимит увеличен до 110 тысяч. Ну, и, в общем-то, наиболее широко распространенные это налоговые вычеты на лечение, на обучение, на фитнес-услуги и так далее. Упрощенцев. Упрощенцев у нас тоже не обошли вниманием. И изменения в кудирке. То есть у нас на самом деле кудир формируется автоматически. И у нас теперь в титульном листе отсутствует адрес и единицы измерения. Ну, вот сейчас мы с вами переключимся на демо-базу и регламентированный учет, допустим. Вот у нас с вами есть здесь регламентированный учет, повторяю, и специальный режим налогообложения. Это записи кудир и УСН. Ну, допустим, вот сформируем какую организацию и создать. Вот предприниматель выберем. Здесь у меня есть уже какие-то там записи. Ага, нет каких-то там записей. Ну, на самом деле, и сейчас мы все-таки их посмотрим. Вот, то есть видите, раньше у нас здесь было сведения об адресе и о расчетном счете. Сейчас осталось только об расчетном счете и формируется только в рублях. То есть здесь мы не можем формировать в других единицах. И, соответственно, разделы 1 и раздел 4. Уплаченный торговый сбор. То есть у нас из книги доходов и расходов, сейчас переключимся на нормативную базу, исключен четвертый раздел. И мы с 1 января должны уже обновленную книгу предоставлять. И вот здесь вот не получается вопроса, что должны ли мы предоставлять, как раньше, в налоговую инспекцию, потому что формулировка вот этого закона, это как бы не совсем четко формулирует. То есть с разделами все понятно. Один раздел мы убрали. Точнее, не мы убрали, а законодатели убрали. И мы его теперь не формируем. Но что делать с печатными формами, предоставлять или нет налоговую инспекцию, потому что раньше требовалось заверение в налоговой инспекции. И по-прежнему действуют нормативные требования о том, что если кудир сформирован с ошибками или отсутствует, то это является грубым нарушением правил учета и ведет за собой штраф от 10 до 30 тысяч рублей. А если отсутствие привело к занижению налогооблагаемой базы, то штраф в 20% от суммы неуплаченного налога, но не меньше 40 тысяч рублей. То есть если, например, налог у вас составил 2 тысячи рублей, то вы все равно заплатите 40. Это требование 120 статьи налогового кодекса. И в связи с этим возникают как раз такие вопросы, что мы делаем с самой кудиркой. На самом деле есть дополнительные указания, что обязанности сдавать в налоговую кудир нет. То есть так же, как и раньше, мы не должны сдавать в налоговую инспекцию для заверения или для хранения. Но мы обязаны предоставить книгу учетов и доходов в том случае, если происходит проверка. И мы должны предоставить ее в бумажном варианте. В бумажном варианте сшитую, пронумерованную и подписанную руководителями либо ИП, либо организации. То есть, соответственно, эта книга должна быть распечатана. Новую книгу мы открываем на календарный год. То есть, соответственно, у нас каждый год должна быть отдельная книга. И таким образом, если мы создали предприятие не с начала года, то, соответственно, книга будет с той даты, когда предприятие создано. Но на каждый год будет делаться отдельная книга. И правила, как она должна быть распечатана, остались прежними, как были, когда мы сдавали для регистрации в налоговую инспекцию. Хочу обратить ваше внимание на то, что в каком виде книга мы ведем книгу, должно быть в идеале, конечно, прописано в учетной политике. Ну, если уж этого не произошло и в пожарном порядке надо ее сделать, то тогда это должен быть приказ руководителя. Но прошито и пронумеровано, и заверено печатью и подписью организации, книга должна быть в любом случае. И теперь у нас с вами еще остался очень интересный момент по имущественным налогам. По имущественным налогам у нас тоже были изменения, хотя, казалось бы, таких громких изменений, как по НДФЛ, у нас не анонсировалось. Ну, во-первых, в 2024 году нужно сдавать было сведения на месяц раньше. То есть мы сдаем сведения не позднее 25 февраля, но раньше было 25 марта. В связи с изменениями сроков у нас получаются и плюсы, и минусы. То есть мы сначала сдаем декларацию 25 февраля, а затем уже платится налог до 28 февраля. То есть мы уведомления теперь не предоставляем. И, соответственно, полная сумма налогов платилась до 28 февраля. Полная сумма налогов, которая за 24-й год, мы должны уплатить до 28 февраля следующего года. Ну и, соответственно, поскольку имущество – это у нас региональные налоги, то, соответственно, местные власти, местные органы власти могут изменять ставку, и за этим нужно следить. Может быть, какие-то льготы. Например, вот если ваше предприятие является резидентом особой экономической зоны, то у вас будут действовать льготы, которые предусмотрены для резидентов. Если у вас предприятие имеет имущество в разных регионах, то, соответственно, вы можете выбирать, в какую налоговую вы будете сдавать единую декларацию. И до 1 февраля нужно было подать заявление, и срок рассмотрения такого заявления у нас теперь 10 дней, то есть меньше, чем было раньше. Еще один важный момент, что у нас теперь декларация по налогу на имущество тоже немножко изменилась, и теперь новый бланк отчета состоит из вот таких разделов, то есть, соответственно, титульные листы, разделы с первого по четвертый. Из того, что не, скажем так, не плюсы, а минусы, это то, что у нас изменился состав налогового имущества, и мы обязательно это должны учитывать. То есть, несмотря на то, что декларация, в общем-то, осталась точно такая же, раз в году сдаем мы ее, но у нас изменился состав имущества, и в этом случае мы должны учитывать и изменения состава, и то, что будут контрольные соотношения проверять. То есть, налоговики будут ежеквартально проверять контрольные соотношения. Контрольные соотношения, чуть-чуть теории добавим, это у нас могут быть обязательные, то есть те, которые не дадут возможности провести дальше документы. Если мы создаем, например, декларацию, то при нарушении контрольного соотношения нам будет выскакивать сообщение, что у меня ошибка, например, и статус подготовленный или утвержден, я не смогу документы присвоить. И могут быть соотношения дополнительные, контрольные соотношения в этом случае мы должны соблюдаться, но нарушение в этом случае не будет столь критичным, и, соответственно, статус отчета мы можем создать и подготовлен, и утверден. Контрольные соотношения налоговая инспекция установила в письме от 26 декабря номер 2112. И, соответственно, с 1 января 2024 года нам необходимо с этими соотношениями, во всяком случае, зарплатные налоги и взносы сверять в обязательном порядке. То есть самих расчетных контрольных соотношений 303, то есть, как вы видите, достаточно много. И, например, посмотреть вот это письмо и то, что оно учтено уже во всех конфигурациях 1С, мы можем, например, по такому... Хочу показать вам и... Вот. То есть, например, существуют обзоры, то есть монитор 1С, страховые взносы, и вот оно, наше контрольное соотношение. Как вы видите, уже практически во всех конфигурациях 1С это письмо учтено, то есть контрольные соотношения учтены, и отчетность уже контролируется согласно этому письму и этим контрольным соотношениям. То есть, если мы смотрим монитор законодательства, то мы можем с вами перейти и посмотреть вот данное письмо, так сказать, в натуральном выражении. И фактически, в общем-то, все изменения, которые мы с вами посмотрели, они носят где-то технический, где-то уточняющий характер, тем не менее, как мы уже видели с вами, они все вызывают штрафные санкции, если мы не соблюдаем какие-то изменения или уточнения. Сейчас еще хочу переключиться на демобазу, и вот какой момент вам показать. То есть, мы с вами посмотрели регламентированный учет, и как программа себя хвалит. То есть, вот еще раз сведения про сервис 1С-отчетность. И смотрели мы с вами это, в какой связи. В разделе регламентированный учет у нас с вами, кроме блока 1С-отчетность, есть блок «Единый налоговый счет», и в последних релизах здесь появился вот такой личный кабинет единого налогового счета. Раньше в предыдущих версиях он был только для ИП, сейчас он действует для всех. И вот мы с вами, когда переходим сюда, ну, я выбираю какую-то организацию свою. Вот, например. В случае, если я хочу подключить к себе возможность работать с личным кабинетом по ИНП, то программа у меня ссылается, что она хочет сервис 1С-отчетность. То есть, если я хочу с этим личным кабинетом работать, мне нужно сначала подключить 1С-отчетность. Значит, если я сейчас перехожу по этой ссылке, то у меня появится дополнительное диалоговое окно, где я должна выбрать сведения, которые надо добавить для того, чтобы подключить этот блок. То есть, вот я могу отсюда направить заявление, ну, то есть, не отходя, так сказать, от кассы, сформировать заявление на подключение этой отчетности и активировать этот блок. Нет, не будем с вами этого делать. Значит, и получается, смотрите, какая картина. То есть, у нас в программе, в конфигурации, в ERP, есть несколько видов личных кабинетов. Ну, во-первых, естественно, есть личный кабинет в зарплате и в кадрах. То есть, в разделе кадры и в разделе зарплата у нас есть личный кабинет сотрудника. Вот сервис 1С-кабинет сотрудника. Ну, более подробно можно почитать, что это такое. Это сервис, который позволяет, на самом деле, работнику самостоятельно формировать для себя справки, например, 2НДФЛ, расчетные листки и так далее. То есть, не загружая бухгалтера такими просьбами. Можно почитать поподробнее и посмотреть. На самом деле, это удобный сервис. И еще у нас есть сервис, который... Вот он, личные кабинеты, которые касаются конкретно юридических лиц, которые у нас в программе обслуживаются. То есть, у нас личный кабинет, для которого требуется подключение сервиса 1С-отчетность и есть личные кабинеты, которые не требуют подключения этого сервиса, но, естественно, требуют наличия КЭП-квалифицированной электронной подписи, которую, как вы знаете, у нас сейчас выдают только налоговые органы. Значит, здесь у нас есть с вами кабинет налогоплательщика, юрлиц или эписта. В этом случае у нас возможность просматривать регистрационные данные, там сведения о каких-то проверках, требования, которые от налоговых приходят и так далее. Есть из соцфонда личные кабинеты, тоже один личный кабинет для проверки результатов камеральных проверок, выездных, то есть акты и так далее. И один сервис по листкам нетрудоспособности, поскольку у нас они в этом году только в электронном виде, как вы знаете, и он там действует только прямые выплаты, ну, соответственно, и по всем соцспособиям. Это дополнительная возможность. Хочу обратить вот в этих, в этом сервисе, в личных кабинетах портал статистики, потому что статистика в прошлом и в этом году прислала достаточно много отчетов новых о том, какие должны подаваться сведения. И по выборкам, соответственно, очень многие предприятия попали под действие каких-то новых отчетных форм, которых они раньше не сдавали. Значит, если вот здесь мы заходим по этой ссылке, то по своему ИНН мы можем посмотреть, под какую выборку вы попали и какие отчеты должны сдавать в текущий момент. Поскольку это не налоговые отчеты, не налоговая организация, то сроки, соответственно, не совпадают со сроками налоговых отчетов, то есть 25-28 к этим отчетам не касаются. И последние два года налоговая, в смысле, извините, статистика, стала штрафовать за непредоставление или за нарушение сроков по предоставлению отчетности. И штрафы тоже достаточно серьезные. Первоначальный случай – это до 70 тысяч, а при повторном правонарушении этот штраф составит 150 тысяч. То есть, согласитесь, обидно. Потратить проще 5 минут на то, чтобы по ИНН посмотреть, что мы должны сдавать, и спокойно себе уже делать. Потому что конкретно регламентированная отчетность позволяет нам сформировать статистические отчеты в автоматическом режиме. То есть, вот открываем отчет «Статистика». И, как вы видите, здесь у нас прочие формы. И вот они достаточно много форм, которые статистика теперь хочет от нас видеть. И, естественно, ну, вряд ли на память это можно все упомнить. То есть, стоит перед каждой, перед сдачей отчетности проверять, не попали ли вы под какую-то выборку. Потому что сведения самые разнообразные. И, допустим, вот по состоянию на 3 июня уже порядка 6 отчетов должны быть сформированы. Естественно, желательно проверить, вошли вы в состав жертв по этим отчетам или нет. Значит, это мы закрываем. И еще один момент. Хочу обратить ваше внимание на то, что вызывает максимальные штрафы. То есть, это у нас отчет, это у нас воинский учет. Настроить, и для того, чтобы его настроить, нам требуется активировать дополнительно через раздел МСИ. Возможность такого учета. То есть, вот мы с вами в кадровом учете должны проставить вот эти красивые зеленые галочки, что у нас ведется воинский учет. Ну и если бронирование нас интересует, то, естественно, поставить вторую галочку. Эта галочка нам добавляет один отчет, а эта галочка добавляет еще два отчета. Но, поскольку немножко, скажем так, изменены правила воинского учета, то есть, теперь воинский военкомат направляет сведения какие, ну, то есть, запрос на сведения, еще какие-то переписку, повестки направляет работодателю, то теперь работодатель, если он в течение не передал или не вручил повестку требования явиться, то теперь военкомат имеет право применить штрафные санкции, и штрафные санкции оказываются очень весомыми, то есть, от 400 до 500 тысяч рублей. И, естественно, стоит пересмотреть правила воинского учета, потому что даже если у вас, например, одни женщины работают, то есть воинские специальности, которые подлежат воинскому учету. Например, если у вас медики, связисты, ну, то есть, еще какие-то должности, которые входят в перечень тех, кто подлежит воинскому учету. Так, на этом мы с вами переключаемся на слайдики. И, к сожалению, наше время уже закончилось. Я хочу вернуться к титульному листу, показать вам еще раз наши контактные данные, то есть электронная почта, телефон, телеграм-контакты, адрес сайта. Если вам неудобным оказалось время проведения нашей встречи или вы не смогли досмотреть до конца, через некоторое время мы выкладываем записи наших вебинаров, и вы можете посмотреть это в удобное для вас время. Милости просим, возможно, вы найдете там еще какую-то интересную информацию. Ну и, соответственно, как я уже говорила, мы будем рады оказаться вам полезными, приглашаем вас к сотрудничеству. Мы выполняем весь спектр услуг и продажи, и настройка, и редактирование, и, в общем, все операции, которые можно производить с семейством программы 1С. Так что будем рады и приглашаем еще раз к сотрудничеству. На этом мы с вами прощаемся. Компания Коделайн желает вам хорошего дня и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Всего вам доброго!